Привет, любимые мои! Я сегодня хочу рассказать, в чем разница в знакомствах девушки с девушкой, двух бисексуалок, и девушки и мужчины. Эта разница действительно есть. Кто смотрел все мои видео или читает мой телеграм-канал, ссылка на мой телеграм, кстати, под видео, в описании и в подсказках. Так вот, кто читал телеграм и смотрел все видео, я где-то в каких-то видео, постах, комментариях, так или иначе, об этом упоминала. Ну, в разном контексте. А сейчас я хочу снять прям отдельное видео на эту тему. Чем же отличаются знакомства и на сайтах знакомств, и вживую, и начало отношений, переход к сексу между двумя девушками би и между мужчиной и женщиной? Ну, прежде всего, самое такое глобальное отличие, это, конечно же, в том, что мужчина и женщина, так или иначе, очень много обманывают друг друга. В их общении, знакомстве, переходу к сексу, переходу в отношения очень много двойного дна, очень много недосказанностей, очень много попыток понять, что нужно другой стороне и подстроиться, ну, как бы обмануть, чтобы получить свое. Мужчины очень много обманывают женщин, говорят одно, получается другое. Говорят, что нужны отношения, на самом деле нужен только секс. Говорят, что нужен только секс, а потом втягивают в отношения, либо понимают, что хотят отношения. То есть, да, сначала говорят, я хочу только секс, а потом становится понятно, что нет, он готов к отношениям, и он вроде как и боится, и хочет, и начинаются какие-то очень странные игры. То же самое женщины декларируют одно, получается другое. И вот эта вот бесконечная игра, понять, где правда, где ложь, и как правильно провести коммуникацию, чтобы получить желаемое. Вот у мужчины и женщины вот эти вот все бесконечные танцы с бубнами, вот эти брачные игры, они достаточно сложные, они такие неоднозначные, двойное дно, в котором нужно разобраться и понять, а что же все-таки на самом деле хочет человек, потому что вот у меня было не раз такое, что вроде бы с мужчинами очень прямо, откровенно обо всем договариваешься, а на самом деле происходит что-то совершенно другое, совершенно не то, что ты говоришь. То есть мужчины тебя слушают, но делают по-своему. То же самое женщины, да, они слушают мужчин, но делают по-своему. То есть каждый гнет какую-то свою линию, а вариантов взаимодействия мужчины и женщины очень много. То есть очень много причин, подводных камней и каких-то вторичных выгод, которые преследуют и мужчины, и женщины от знакомства. Поэтому это такая очень сложная игра, такая какая-то навернутая. Когда знакомятся две девушки, тут все намного проще. Обычно у них очень четкие, понятные цели. Обычно они достаточно прямо обо всем говорят. Отличия бывают только, если знакомится девушка из пары, для того, чтобы втащить вторую девушку в ЖМЖ. Вот там уже может быть много каких-то таких вот игр непонятных, обмана. И девушку могут пытаться втянуть совершенно не в то, во что ей обещают. Ну, не то, что ей обещают, она получит. Я очень часто сталкивалась на сайтах знакомств особенно, когда девушка ищет девушку. Она начинает рассказывать, что она сама би, ей очень нравятся девушки. Она ищет девушку для себя. А потом вдруг выясняется, что ей вообще не интересны девушки. Просто она своему мужчине пообещала. И она считает, что она для своего мужчины будет привлекательнее, если она сможет организовать ЖМЖ. Но сама девушка ее вообще не интересует. И секс с девушкой ее вообще не интересует. И вот с этим я сталкивалась очень много. И понятно, что такая девушка, ну, она не будет отдавать в дружбе, в сексе той девушке, которую она ищет. Ты начинаешь чувствовать себя, ну, просто какой-то игрушкой использованной. Ты не интересуешь на самом деле ее. Ты интересуешь ее как объект, который нужно взять и просто притащить и положить в их ЖМЖ. И она будет какое-то время что-то там... Ну, они обычно так, как-то так очень некрасиво врут, очень топорно. Наверное, просто им не так уж прям искренне хочется получить этот ЖМЖ, организовать этот ЖМЖ, что они не особо даже скрывают свое такое отношение к девушкам. Но если же это реальная бишка, которая ищет тоже бишку, у нее цель дружба, ну, у девочек всегда есть цель дружба плюс секс. То есть, ну, я не встречала такого, чтобы бишка искала бишку только для секса. Это всегда как бы типа дружба с привилегиями. Friends with benefits. Вот девочки, когда ищут девочек, они ищут именно это. Потому что секс без дружбы им не особо интересен. Может такое сложиться, что девочки познакомились, они друг другу понравились, им вроде бы было поначалу интересно, вот за что-то они там зацепились и внешне понравились, и как-то они перешли к сексу, у них там был секс один-два раза, а потом как-то раз, и им дальше не о чем дружить. Такое бывает. Но изначально все равно вот этот позыв, поиск друга, друга-подруги в партнерше, просто с такими бонусами в виде секса. Но это то, что вот женщины обычно ищут в мужчинах и очень редко находят. Потому что на самом деле, вот мужчины жалуются, что женщины, все женщины ищут отношения. Но на самом деле, очень многие женщины не хотят в нагрузку семью, детей и кучу обязательств, еще и верные быть мужчине. Ну, серьезно, вот у меня в Телеграм, кто подписан, те знают, в комментариях мы очень часто это обсуждаем. И очень часто женщины пишут, я не хочу, ну или там, они уже были замужем, у них уже есть дети, они говорят, я не хочу вот этих бытовых обязанностей, я не хочу быть верной, но я хочу, чтобы со мной мужчина дружил, чтобы он куда-то со мной ходил, там в театры, кино, рестораны, гулял со мной по парку, разговаривал, чтобы он узнавал, как у меня дела, чтобы я могла что-то ему рассказать, он рассказать мне, чтобы мы с ним были друзьями, чтобы мы проводили вместе время. Но у нас не стоит цель ЗАГС, дети и какой-то быт совместный, потому что я уже этого наелась, я этого не хочу. Ну и, конечно же, параллельно вот этому всему, этой дружбе, чтобы у нас был секс. Но мужчины так не понимают. Для женщины очень тяжело найти вот такого друга с привилегиями. Мужчины почему-то, большинство мужчин, я не говорю, что абсолютно все 100%, у процентов, наверное, 99, у них такое мышление двуполярное. У них либо отношения, и тогда уже есть и секс, и дружба, и ухаживание, но тогда они от женщины требуют тоже верность, быт и какие-то планы на будущее. Либо это чисто секс, без общения, без дружбы, без театров, без кино, без прогулок, вообще без ничего. Вот почему-то мужчины так разделяют. Поэтому для женщины всегда вот выход, если у нее не получается такое найти с мужчинами, она бисексуалка, это шикарный выход, найти девочку бис, с которой вот это все есть. И дружба, и секс, и никакого двойного дна, никакого обмана, никаких вот этих двойных игр. Все четко, понятно. Как правило, девушки договариваются на первой встрече, как они себе представляют отношения, что они друг от друга ждут. Они обычно прямо это все озвучивают, все понятно. И вот еще одно главное отличие. Девочке с девочкой не нужно думать и бояться, на каком свидании позволить секс. Когда девушка знакомится с мужчиной, всегда волнует этот вопрос. Вот если я его захочу, и если я дам ему на первом свидании, вдруг он подумает, что я какая-то не такая, и я для себя потеряю шанс развивать с ним отношения. Вдруг он не захочет второе свидание. Либо захочет, но не влюбится в меня, и не будет развивать отношения, не будет представлять будущего со мной, потому что у нас был секс на первом свидании. Либо наоборот, а вдруг я не дам ему секс на первом свидании, и он исчезнет, и он не будет как-то дальше пытаться со мной коммуницировать, а он просто вот исчезнет и все. Либо вот, а вдруг я дам секс на втором свидании, а это все равно рано, и надо было бы ему дать на пятом свидании. Вот у женщины всегда вот эта головоломка, когда же можно дать секс. Многие гуру по отношениям, такие очень популярные, типа Сати, Милый Левчук, они там вообще рассказывают. Сати рассказывает, вообще надо после того, как замуж вышла, секс давать, либо через год, вот что-то такое у него. Мила Левчук рассказывает, что примерно через 3 месяца ухаживания нужно дать секс. Но это такие советы, они немножко оторваны от реальности, потому что мне сложно представить, если девушка не девственница, чтобы какой-то мужчина целых 3 месяца вот ходил с ней за ручку, ухаживал. Ну, такие варианты возможны. Я не отрицаю, что они бывают, они реально бывают, но это очень редкие случаи. В большинстве случаев мужчины, которые тоже слушают каких-то своих гуру, это я назвала женские гуру, которые для женщин рассказывают, а есть мужские гуру, которые рассказывают наоборот. Они говорят, если женщина не дала там на первом-втором свидании, значит, не нужно тратить на нее время, значит, она вас не хочет. Якобы вот есть исследование ученых, что там в первые несколько секунд женщина понимает, хочет она этого мужчину или нет. Все остальное социальные игры. Ну, примерно, я вам честно скажу, примерно так оно где-то и есть. Но все равно женщины разные. Есть женщины, у которых вот этот период, когда принятие решения, может, она что-то там подсознательное поняла, когда его увидела, но это не позыв к сексу, а это позыв к тому, чтобы продолжать с ним ходить на свидание. А до нее там, может, только через неделю или через месяц дойдет, что она его наконец-то хочет. Есть демисексуалы, для которых очень важна эмоциональная привязанность, узнать человека как можно лучше, и только тогда они хотят секс. Так что все не так уж это однозначно, что там ученые исследовали или не исследовали. И может быть, это вообще какая-то, ну, это ходит по интернету, но где реальные ссылки на реальные исследования, да, может быть, кто-то это просто придумал. Я могу сказать там по себе, по многим знакомым, что, ну, часто это действительно так. Часто женщина действительно примерно с первого взгляда понимает отсюда вот это выражение. Любовь с первого взгляда. Откуда она взялась? Примерно отсюда. Что женщина реагирует достаточно быстро. Вызывает у нее мужчина какой-то отклик или нет? Ну, опять же, не гарантированно и не обязательно во всех 100% случаев. Так вот, у девочки с девочкой этих проблем нет вообще. И это такой груз с плеч, когда тебе не нужно пытаться понять, как сделать так, чтобы не потерять понравившегося мужчину, чтобы не потерять его расположение. Чаще всего девушки договаривают, ну, допустим, если это знакомство в сети, да, они знакомятся, общаются, обговаривают разные предпочтения, завязывается какая-то дружба. Ну, потому что если она не завязывается, то они уже до реала не дойдут. То есть если им не о чем поговорить онлайн. Потом они встречаются обычно на нейтральной территории, там где-нибудь в кафе, в ресторанчике, в парке. Ну, чаще всего в кафе обсуждают, что и как, понравились ли они друг другу уже вживую. И договариваются на вторую встречу, встретиться уже там в гостинице или у кого-то в гостях и заняться непосредственно любовью. И никогда не бывает такого, чтобы девушка бросила девушку за то, что та захотела секс на первом свидании. Либо бросила девушку за то, что та долго думает и не решается. Ну, бывают такие случаи, что какая-то девушка говорит, ну, слушай, у меня там это первый раз, и я пока не очень понимаю, как к этому всему перейти, поэтому давай мы с тобой просто немножко подружим, а там посмотрим, как пойдет. И они начинают проводить вместе время, дружить. И другая девушка не бросит эту подругу только потому, что та тянет время. Мужчина может бросить тебя за это, за то, что ты предлагаешь ему походить погулять. Другая девочка не бросит. Она будет спокойно ждать. Ей по большому счету все равно. Если ей нравится дружить и проводить вместе время, она и без секса будет проводить вместе время. Мужчина, как правило, не будет тратить свое время. Если девушка занялась сексом на первом свидании, то другая девушка ее за это тоже не бросит, как делают это мужчины. И тут не стоит вопрос о серьезности отношений. Я сейчас говорю не за лезби, а именно за бисексуалок. Так как они би, то, скорее всего, отношения они строят с мужчинами. А девушки нужны просто для дружбы, для времяпровождения и для вот такого вот ненапряжного дружеского секса. Поэтому вопрос о том, что если ты переспала со мной на первом свидании, значит, я не буду с тобой строить серьезные отношения, он тут просто не стоит. Поэтому это вообще не бывает никогда проблемой. Вообще пофиг, на каком свидании что произошло. И это вот настолько классно, что я иногда думаю, боже, ну почему я не лесбиянка? Вечно с этими мужчинами какие-то вот эти игры играть, что-то там про них понять, пытаться вычислить это двойное дно, что там он имеет в виду. А с женщинами вот насколько все просто. Хотя я не знаю, как это все выстраивается у лесбиянок, но мне кажется, что у лесбиянок тоже так же все не сложно, как у бисексуалок. И тоже нет вот этих всех заморочек, которые есть у мужчин по отношению к женщинам. Следующее. Не бывает такого, чтобы девушка бросила девушку за плохой секс. То есть в принципе вопрос качества секса, он обычно не стоит. Ну может быть какие-то там единичные случаи у кого-то и бывают, но я сама никогда никого не бросала, если мне там секс не очень понравился. Меня за это никогда никто не бросал. И в этих отношениях дружба первична. То есть если вам весело дружить, а секс не понравился, то вы попробуете просто заняться им еще раз как-то по-другому, вы это обсудите, обговорите, что-то попробуете иначе. Либо вы можете просто продолжать дружить, но уже без секса. Да, такое тоже бывает. Либо вы можете как-то попробовать после этого, ой, ну что-то нам вдвоем как-то не очень зашло, может у нас ЖМЖ получится? А давай ЖМЖ попробуем? А давай. Ну у меня было такое, что я подружилась, я уже не раз рассказывала от этой подруги, что у нас как бы секс не очень сильно задался. Я не помню сколько мы там раз его попробовали один на один вдвоем. Ну раза три, наверное. После этого мы попробовали несколько раз ЖМЖ. Ну ЖМЖ нам уже понравился. И после этого у нас уже потом лет 20 продолжалась просто дружба уже без всякого секса. И, хотя нет, потом еще были какие-то у нас небольшие такие приключения, но все равно основным была дружба. Вот это еще характерное отличие. А у мужчин все-таки бывает такое, что тебя могут просто бросить за то, что что-то не так пошло в сексе. И мужчина, и женщина мужчину может за это же бросить. Потому что, ну вот такая вот дружба между мужчиной и женщиной, она бывает реже, чем между двумя девочками. Понятно, что если у мужчины и женщины что-то большее, чем секс, там, вот я часто встречала такое в своем телеграмме, мне там же постоянно пишут мужчины, вот у них бывает такое, что они женятся на женщинах, с которыми плохой секс, но они классные партнеры по жизни. Вот в быту удобно, как жена удобно, как партнер удобно. Все нормально, все прикольно, но секс плохой. И они продолжают же отношения с ними, они на них даже женятся. Но если мужчина не видит женщину как партнера по жизни и как удобную жену, то он за плохой секс все-таки бросит. Согласны? То есть вряд ли мужчина будет вот так вот просто так дружить с женщиной. Это очень редко бывает. Хотя я знаю, я знаю, я знаю такой случай. У меня у второго мужа, как минимум, была подруга, с которой он дружил без секса. Вернее, даже у них секс был, он им обоим не понравился. То есть у них сначала была очень длительная дружба, потом у них был секс. Оба признали, что с так фиговой больше не будем, и они дальше продолжали дружить. Ну, это редкий случай, но такое бывает. И я была свидетелем этому. Так. И что еще? Ну, и если между девочками нет дружбы, либо она заглохла, то тогда обычно у них и секс заканчивается. Не бывает такого, что девочкам не о чем дружить, но секс у них классный, поэтому они продолжают быть любовницами. Я вот такого никогда не встречала, серьезно. То есть если у женщин, у двух пишек закончилась дружба, то и секс тоже закончился. Кстати, вот хочу еще рассказать по поводу финансовой части. Как правило, когда девушка знакомится с девушкой, она не ожидает финансовых вливаний каких-то подарков, в отличие от знакомств с мужчинами. Когда женщина знакомится с мужчинами, чаще всего она этого ожидает. Но, как ни странно, лесбиянки и бисексуалки, если они хорошо обеспечены, они бывают очень классными спонсорами. Это такой неожиданный бонус, который девочка может вдруг для себя открыть. Но если она сама с этим еще не сталкивалась по жизни, ей не придет в голову искать в женщинах спонсора. Но на самом деле обеспеченные бисексуалки и лесбиянки, они намного более щедрые, чем мужчины. Потому что все знают, что мужчины, вроде бы все ожидают от мужчин финансовой заботы, подарков, но на самом деле мужчины тяжелее, тяжелее одаривают женщин. Мы знаем кучу этих курсов в Инстаграм, на Ютуб, как сделать так, чтобы мужчина дарил подарки, как заставить мужчину финансово обо мне заботиться. Ну вы сами знаете, вот это вот все. Самая больная тема для женщины, это как вот этих бедных несчастных мужчин заставить финансово заботиться. Так вот, что касается женщины, в этом вообще обычно нет проблем. Если у нее есть деньги, она автоматически финансово заботится. Но женщина вообще в этом плане более щедрая, более заботливая. Заботливая. Ну может быть потому, что материнский инстинкт, и женщина, она в принципе направлена на заботу. Если у нее есть какие-то ресурсы, она всех любимых плюс-минус одаривает. У мужчин же насчет этого, и у нее обычно нет комплексов насчет девочек. Это у мужчин куча комплексов, а вдруг она меня финансово использует. А я на всякий случай лучше буду жадничать, а я буду ее проверять, или еще что-то. На самом деле, это очень небольшой процент мужчин, которые изначально финансово щедрые. Если у них там есть, они такие, вух, щедрые, разбрасываются этими деньгами, всех одаривают. Таких мужчин очень-очень мало. А вот с женщинами, ну по крайней мере, то, что я сталкивалась, как правило, вообще нет проблем. Да и в принципе я тоже, когда у меня было достаточно много финансов, и я знакомилась с девочками, для меня тоже было приятно где-то там баловать их, платить за них. Но когда я была там студенткой, еще совсем бедной, то я со своей стороны, не имея никаких ресурсов, иногда сталкивалась с вот такими вот обеспеченными женщинами, которые, в свою очередь, я видела, что они очень щедры по отношению ко мне. Поэтому вот такая вот интересная история, неожиданная. Я думаю, что вы наверняка об этом никогда не задумывались и не догадывались об этом, но вот такая разница существует. Пишите в комментариях, что вас удивило, что было ожидаемо из того, что я рассказала. Не забывайте переходить в мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании, в подсказках. Я вас все жду. Задавайте мне еще вопросы здесь под видео, и в телеграм, и везде. Везде задавайте мне вопросы. Я буду снимать видео-ответы на эти темы. Я всех целую, люблю. Ставьте мне лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok